Спешите делать добро. К этому призывают жители города Джинчжоу. Ярко окрашенные стены с закрепленными на них теплыми куртками, кофтами и свитерами. Акция называется «Стены доброты». Ее суть в том, что каждый, кто хочет помочь малоимущим, приносит сюда свою одежду. Наш корреспондент побывал в провинции Хэнань и узнал, как люди восприняли новую инициативу. Одна, затем вторая, третья. В городе Джинчжоу, провинции Хэнань, стали появляться стены доброты. На них все желающие оставляют уже ненужную одежду, а те, у кого не хватает средств, чтобы купить обновку, могут подойти и взять то, что им необходимо. Быть неравнодушными к чужой беде на примере своих родителей учатся и дети. Мы хотим выразить наше внимание и любовь к другим людям, к тем, кто в них нуждается. Мы постирали ненужную одежду и все вместе привезли ее сюда. Стены, окрашенные в яркие краски с развешенной на них одеждой, привлекают бездомных и малоимущих. Тех, кому необходимо согреться холодной зимой. Мне очень нравятся эти подарки. Одежда так хороша, что я уже не чувствую холода. Инициатива благотворительной акции в Джинчжоу принадлежит местной газете. Ее поддержали и общественные организации, и художники, и население. Причем на такую активность никто не рассчитывал. В городе появилась не одна, а сразу более десяти стен доброты. Расположены они недалеко от остановок общественного транспорта. Основная проблема, как правильно организовать обслуживание таких мест, чтобы они не превратились в свалку, а одежда выглядела опрятно и приносила пользу тем, кто в ней нуждается. За порядком следят общественники. Они берегут одежду от дождя и снега. Если слишком много ее скопилось на одной из стен, они перевозят вещи туда, где стена пустует. А главное, они активно информируют население о том, что такая акция действует у нас в городе. Идея создавать стены доброты не нова. Она существует и в других странах. Большую популярность акция получила в Иране, где пользователи соцсетей объединились и бросили клич по всей стране. Помочь пережить зиму бездомным людям. Их китайские последователи из Чжэньчжоу тоже решили расширить стены добра и выйти за пределы своего города.